Мне кажется, сегодня я наконец-то поняла, почему итальянцы едят то, что очень часто они едят, и пьют то, что очень часто они пьют, и не полнеют. Сегодня я покажу вам итальянскую версию итальянского фастфуда. Это то, чем питаются очень многие взрослые итальянцы, но прежде всего студенты. Я нахожусь в городе студентов. Это город Падуя, где находится один из древнейших европейских университетов. Мы находимся в месте, которое горячо любимо нашей семьей, в особенности младшими ее членами. Но это место также пользуется огромной популярностью у студентов. Возможно, у вас возникнет вопрос, как студенты могут себе позволить питаться вне дома и тем более заказывать блюдо, которое в среднем будет стоить 13 евро. На данный момент это недорого и недешево. Отвечу вам, что очень многие места работают как раз-таки по принципу дружелюбности к студентам. Очень многие студенты имеют в тех или иных заведениях специальные скидки. Сегодня мой старший ребенок пригласил меня пообедать. Он за свои деньги оплачивает обед. И в этом заведении у него тоже есть студенческая скидка. Чаще всего студенческая скидка имеется все-таки у студентов университетов. Но город частично финансирует подобную программу. И многие ученики старших классов имеют также возможность питаться со значительной скидкой. Плюс те места, где питаются студенты, как правило, не взимают плату за посадку. Сейчас за посадку берут примерно в среднем 3-3,5 евро с человека. Это достаточно много, если семья из пяти человек, как наша, приходит пообедать. Это существенно. Вот так выглядит блюдо, закуска в ресторане. Это знаменитые тольеры, что, иными словами, доска деревянная, разделочная, на которую нарезается сыр разных сортов и, в нашем понимании, разных сортов и видов колбасы. Добавляется хлеб, в данном случае это фокаччо. Это что-то напоминающее самую обычную лепешку, сделанную из пельменного теста. Интересно, что это за паштет такой? И несмотря на то, что я показывала вам то, что нам предложили в ресторане, примерно такого же уровня еду и нарезку вы сможете найти в местах, в которых питаются за меньшие деньги. В целом, в Италии кухня – это не про то, чтобы блюда выглядели красиво. За подобным исполнением красивым нужно отправляться в рестораны, которые имеют мышленовские звезды. Если говорить о питании в Италии, это, скорее всего, вкусно, обильно, и это, прежде всего, способ собраться вместе с семьей и с друзьями. Егорка, ты мог бы на них не виснуть? Они потом расстраиваются. Мама, я не висну. Раз, два, чиз! Класс! Из собственного опыта могу сказать, что самые вкусные блюда выглядят очень просто. И я бы сказала, их даже очень сложно сфотографировать так, чтобы они выглядели на съемке хотя бы на фотографии красиво. Как правило, это будет обильно и очень вкусно. А в целом, кухня напоминает домашнюю. Абсолютно любого вида паста с рагук, которые вам предложат свеженатертый сыр, это беспроигрышный вариант, если вы хотите поесть вкусно, сытно и не очень разбираетесь в меню. Вас также не разочаруют простые, несложные, так называемые классические пиццы. Кстати, сейчас на вашем экране не такая пицца. Это сложный вариант от шеф-повара. Классические пиццы, как правило, выделены в отдельный раздел, и все они являются традиционными и очень вкусными. Из мясных блюд традиционно хороший подается практически в любом ресторане тартар. В нашем понимании совершенно свежее, неподверженная термической обработке мяса, внешне похожее на фарш. На вкус, кстати, тоже. Единственное, что это мясо проходит специальную проверку и является наисвежайшим, потому что, повторюсь, употребляется в пищу без термической обработки. Это блюдо сложно испортить, потому что его не нужно готовить. Основное требование – наисвежайшие ингредиенты. Нелучшим выбором будет дорогое блюдо, но для которого чаще всего используются замороженные продукты. Это любимая туристами паста ало сколью. Иными словами, паста с морепродуктами. Возвращаясь к самому началу этого видео, скажу, что да, я для себя поняла. Итальянцы не полнеют, потому что они очень часто едят вне дома. Еда, как правило, не самая легкая и диетичная. Но итальянцы очень любят общение вне дома, очень любят есть вне дома. И климат, и погода, и сами итальянские города располагают к тому, чтобы действительно питаться вне дома. И, к счастью, в Италии это действительно недорого. Примерно раз в месяц мы посещаем с детьми подобные заведения с подобной едой, где есть и картофель фри, и то, что в нашем с вами представлении будет скорее фастфудом. Но главное, как я уже сказала, не еда, а именно атмосфера. Интересный разговор, шум, гам, люди вокруг, возможность прогуляться до того места, точнее, пока ты идешь в то место, где назначена встреча, где ты должен пообедать, либо поужинать. Еще одно любимое место нашей семьи, это место, где действительно можно поесть именно домашнюю еду. Эта еда, как я уже сказала, очень вкусная и часто выглядит совершенно просто. Готовя видеоряд к этому видео, могу отметить, что я сама для себя признала, что, например, вот это блюдо вообще не выглядит аппетитно. Кстати, обратите внимание, очень часто в Италии используются бумажные салфетки. И действительно, часто так бывает. Чем проще обстановка, чем проще выглядят сами блюда, тем они вкуснее. Так вот, насколько просто выглядит это блюдо, именно настолько же оно прекрасно в своих вкусовых ощущениях. Я вам искренне рекомендую побывать в Италии и найти такое место, где очень простая обстановка, зачастую пластмассовая мебель, где еда выглядит очень и очень просто. Но вкусовые качества попробованных вами блюд оставят вас действительно, что называется, с открытым ртом, и вы будете очень долго вспоминать, как вкусно вы поели в Италии. В Италии пользуется популярностью паста фреско. Именно она сейчас на ваших экранах. Это яичная паста, которая по своему способу приготовления похожа на нашу лапшу. Эта паста может быть разной формы и разной длины, и разной толщины. Кстати, вкус блюд от этого меняется. И каждой пасте, в зависимости от ее плотности, толщины, длины и размера, как правило, предлагается свой особенный соус. Это тоже влияет на то, как вы будете ощущать блюдо. И в целом, каждому виду пасты будет рекомендован свой соус. Отдельного внимания заслуживают итальянские десерты. И здесь тоже, чем проще выглядит десерт, чем он более похож на самый обычный домашний пирог, тем вкуснее он будет. Как делается. Кстати, самый любимый вид десерта у моих детей – это шоколадная колбаса. По рецепту этот десерт очень напоминает любимую многими пирожное картошку. В заключении этого видео хочется сказать, что в Италии питаться вне дома – это не роскошь. Это действительно способ иначе провести свой выходной день, либо праздник. Это способ прежде всего собраться с дорогими тебе людьми, с любимыми. Это способ иначе пообщаться в другой атмосфере. И вообще сама по себе еда, безусловно, для итальянцев очень важна. Но если говорить про семейный обед, про обед с друзьями, с подругами, это прежде всего общение. И именно оно является самым важным. Поэтому важна сама атмосфера. А на атмосферу влияют самые разные мелочи, в том числе и такая мелочь, как очень вкусная еда. Ну что ж, мои прекрасные зрители, надеюсь, это видео вам понравилось и было интересным. Возможно, вы открыли для себя даже что-то новое. Мы с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok